Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Пару лет замечаю, что в моей жизни происходит что-то для меня непонятное. При паре настроения и ощущения себя в целом. Подъемы, готовность нести горы, упадок сил, нежелание с кем-либо контактировать. Хочется лежать и спать. Безумно убежать от всех, скорее всего, в другом городе и стране. Это совершенно обымные поступки, жалея о них, в чем-то не могу остановиться. Также тревожность даже по пустякам, которая не дает мне иногда нормальную жизнь. Никогда получается сохранить свои финансы. Иногда просто происходят вспышки, и я могу тратить деньги, а потом думаю о том, как жить. Идеализирую зачастую людей, после в них разочаровываюсь. До сих пор не могу понять, кто я и почему все именно так. Копается очень много в себе. Если совершаю что-то неприемлемое для себя, кажется, что это был не я, а кто-то другой. Боюсь отсуждения со стороны, даже за незначительные проступки. Пытаюсь скрывать себя настоящую, хотя, наверное, уже давно потеряла ее. Но я нередко могу быть искренней в своих рассказах о себе и изливаю, так сказать, душ. Может быть, мало знакомый мне человек. После нескольких дней тревоги из-за этого боюсь, что кто-то о чем-то узнает, начерлит мою жизнь, как все отвернется в мою сторону. Несколько раз вредил сознательность себе. Были мысли о других способах вреда, чего очень боюсь. Прошу помочь или же дать хотя бы понимание того, что со мной. Из-за остановки в моей жизни я пока не могу позволить консультацию психолога, но дальше так продолжаться не может. Смотрите. Есть в первую очередь некоторое противоречие, на которое я хочу обратить ваше внимание. Вы говорите о том, что у вас происходит неконтролируемая трата денег. Ну, по сути, вы так говорите. Но в то же время вы говорите, что вот у меня жизненная ситуация, я не могу позволить себе как бы, ну, психолог. Это как минимум вызывает вопросы, потому что, возможно, вы и тратите деньги впустую. Я бы сказал, что, ну, в принципе, ничего такого аномального в этом нет. То есть, ну, тратите деньги и тратите. Если это ваши деньги, то никаких вообще проблем в этом я не вижу. Вот, но если вы считаете, что вам на помощь, если вы говорите о том, что дальше так вот продолжаться не может, например, то, ну, наверное, логично было бы предположить, что вы хотите, ну, как минимум, что-то в своей жизни начать менять. И, наверное, как для вас в этом смысле, вот то, что вы хотите свою жизнь изменить, вполне себе может являться неплохим, как мне кажется, мотиватором и стимулом для того, чтобы, например, тратить деньги на помощь себе. Вот. Поэтому первое, на что я хочу обратить ваше внимание, это вот на вашем приоритете. Коль вы выбираете в качестве приоритетов сейчас менять свою жизнь, вот, ну, что-то вот, ну, со своей жизнью в этом смысле делать, вот, то, наверное, и стоит таким образом, примерно, пересмотреть вашим приоритетом. И, собственно говоря, я, конечно, не знаю, да, но, может быть, откладывать денежные средства на терапию. Вот. Это первое. То есть вы как-то вот для себя здесь определитесь, пожалуйста, за своими приоритетами. Это первое. Второе. Ну, то, что вы описываете, в общем-то, действительно может быть связано с психофизиологией. То есть то, что вы описываете, вот вполне может быть про нарушение физиологии, нарушение, так скажем, химии вашего организма. Вот. И в этом смысле, конечно, имеет большое отношение обращение к врачу, да, который бы продиагностировал бы вас и проверил, убедился бы в том, что у вас нет заболеваний. И что вам, во-первых, вообще нужна и может помочь психотерапия в целом, в принципе. Вот. Потому что ну, не факт, как бы, что в вашем текущем состоянии, да, она может помочь это первое. И дабы вы не разочаровались вы в ну, вот в психотерапии, в принципе, дабы не было у вас разочарования, необходимо все-таки подходить к этому сумму. Вот. Это первое. в этом контексте. Второе. Второе, как мне кажется, такое вот ну, глобальное может быть в той или иной степени заключается в том, что вы в целом, как мне кажется, очень сильно боитесь оценки других людей. То есть, вот, вы очень сильно боитесь ну, как бы, как вас, как вас оценят. Вы очень сильно боитесь того, что о вас подумают другие люди. И, на мой взгляд, это само по себе вот уже является такой ну, достаточно, я бы сказал, системы. проблем, проблем. То есть, что значит системная проблема? Системная проблема означает, что вас это ну, скажем так, преследует, да, вас. На вас это влияет, вот, ну, вот в многих сферах жизни. Вот. понимаете, да? Не в одной сфере. На вас подобное оказывает влияние. И это само по себе является, конечно, серьезной проблемой. Вот. если мы говорим исключительно в общем про то, что вы описываете. То есть, какая-то я вот не такая, да, вот что-то со мной не так, значит, меня я хуже, чем другие люди. И так далее. Вот. Продолжать, на самом деле, можно, 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 можно бесконечно. Вот. Это первый. Второй момент, который является даже не следствием, а, возможно, первопричиной того, о чем вы пишете, это то, что вы себя очень плохо чувствуете, вы себя очень плохо воспринимаете, не в том плане, что вы плохая, а именно в том плане, что не привыкли вы замечать то, что вот ну, с вами происходит, да, не привыкли вы уделять внимание тому, что с вами происходит. Хотя вообще-то это очень важно. Очень важно замечать свои переживания, очень важно замечать свои чувства, свои реакции, свои эмоции на различные жизненные обстоятельства. Причем как слабые, так и не очень. Пожалуй, слабые такие вот не самые заметные чувства имеют куда большее значение, как мне кажется и видится, чем более сильные. Потому что к более сильным отношения выработать куда легче. к более сильным отношениям выработать куда проще. С более сильными эмоциями чувствами легче обращаться, больше инструкций. Мы знаем, как нам обращаться вот ну с теми или иными нашими сильными эмоциями. Условно говоря, мы как бы получаем разрешение на то, чтобы их испытывать, мы получаем как бы разрешение на то, чтобы с ними нам что-то делать. А вот на более слабые эмоции мы как правило разрешения не имеем. Почему? Ну ответ здесь довольно простой, потому что в детстве многие из нас не знаю как вы, но многие из нас слышали эту такую довольно довольно обычную я бы сказал фразу ну потерпишь. И вот мы терпим. Ну по крайней мере думаем думаем что терпим, потому что на самом деле терпеть ничего нельзя. Не в том плане нельзя что нельзя, а в том плане что даже если мы по факту терпим мы все равно в общем и целом подавляем это. Вот. А если в общем и целом мы это подавляем то ну к сожалению подавление рано или поздно где-то себя проявит. Так или иначе. Понимаете, да? Поэтому именно поэтому я и говорю о том что у вас на мой взгляд на лицо вот такое вот тотальное я бы сказал обделение себя тотальное я бы сказал пренебрежение собой и своей психической жизни. там где есть пренебрежение вашей вот ну психической жизни там где у любого у каждого из нас не только у вас есть эта история там же присутствует и идеализация других людей. Почему? Потому что идеализация формируется из присваивания из присваивания того что я чувствую того что я как бы замечаю в себе вот другим людям и вуаля я уже идеализирую. а потом конечно разочаровываюсь да потому что ну люди то моим как бы надеждам не соответствуют люди как бы они не ведут себя так как так как я хочу люди то ведут себя так как они они себя сами ведут но поскольку я себя не замечаю поскольку я себя например привыкла подавлять к примеру вот то конечно же в этом случае я это проектирую проектирую переношу на других людей вот конечно конечно в этом смысле то что вы спонтанно совершаете определенные действия вот является следствием подавления а точнее даже не подавлением как такового ну а скорее незамечанием того что с вами происходит вот я незамечаю 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 потом однажды однажды замечу ну вот так достаточно сильно может быть даже неожиданно для себя замечу что-то что-то замечу вот и поскольку вот реагирую это я на ну на сильные чувства вот ну и веду себя я в этом смысле соответствующее к сожалению вот вот и получается таким образом такой своего рода замкнутый круг где в общем-то мне некомфортно вот если еще ну если еще присутствует какой-то элемент давления да то есть например ну допустим если кто-то на вас там ну допустим давит да если кто-то допустим от вас что-то требует например то ситуация вдвойне становится в кавычках веселой вот а вам становится вдвойне а то и в стране тяжело ну собственно вы как-то и описываете свое состояние да именно как ну весьма весьма тяжелое следующий момент вы говорите о том что пару лет назад как начали замечать ну вот то что с вами происходит пару лет назад то есть до этого времени вы этого не замечали хотелось бы знать что произошло вот эти самые пару лет назад хотелось бы знать что случилось эти пару лет назад может быть какое-то событие вас травмировало или вызвало ну такой опыт мягко мягко говоря мягко говоря не самый ну не самый приятный опыт как его вызвало да если это так то с этим имеет смысл так же как мне кажется разобраться то есть поисследовать природу этого ну этого события явления вот ваши чувства вам помочь их прожить да вот потому что ну извините как бы само 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 оно конечно не эм ну не уйдет не исчезнет как бы нам этого в этом смысле не хотелось вот то есть кажется можно ждать и надеяться вот но как правило как правило этого не происходит вот хорошо это или плохо мы сейчас эм как бы ну в расчет не берем сейчас нам это не так важно вот вот такой момент я бы хотел вам раскрыть я конечно сочувствую вам affairs сочувствую тому в какой ситуации оказались вот я э ну как то вот э хотел бы выразить вам, ну, вот, знаете, уважение, потому что вы молодец, что обратились за помощью, вот. Но, тем не менее, есть у меня, так скажем, серьёзные основания полагать, что пока что на такую вот реальную работу над собой вы не готовы. Вот. Что, хоть вы и говорите, что вот, ну, так дальше не может продолжаться. Что я устал, но тем не менее, вот, приоритет. Вот как-то так. Какой, какой-то такой по факту получился ответ для вас. И он вряд ли даст вам понимание того, куда двигаться. Ну, просто, просто потому, что мы сами этого не знаем. Вот, сейчас. Мы сами сейчас не знаем до конца того, что с вами происходит. И вы этого не знаете, и мы этого не знаем. Можно ли узнать? Да, можно. Можно ли разобраться? Да, можно. Для этого нужны усилия. Для этого нужны ресурсы. Для этого, ну, как бы, нужна такая вот, я бы сказал, направленность, нацеленность, на, ну, скажем так, результат. Да, вот, если он у вас, сказать слово, если это нацеленность у вас, сказать слово, то есть, то, что вы хотите что-то изменить, это хорошо, но будете ли вы менять, вот этот вопрос, по-прежнему остается открыт. Вот, я, конечно, ни в коем случае не хочу вас деморализовывать, вот, то, что вы обратились и рассказали о проблеме уже хорошо, вот, есть у меня такое чувство, такое ощущение, если угодно, угодно, вот, что вы довольно мало, ну, общаетесь. Да, с людьми. Вот, есть вот у меня такое, такое, ну, такое вот впечатление, что мало у вас общения, что мало, мало вы, ну, как-то вот взаимодействует. Есть ощущение, что, ну, вот, что хочется как-то выговориться, да, хочется, вот, рассказать, поделиться, вот, а особо или нет с кем, или, ну, или нет с кем, или не поймут. Вот, вот, есть такое впечатление у меня. Могу ошибаться, вот, ну, безусловно, безусловно могу ошибаться. Вот, хотелось бы, чтобы я ошибался, хотелось бы, чтобы я был не прав, вот, но интуиция в этом смысле меня подводит, подводит редко. Если вам нужно поговорить, если вы, вот, ну, как бы, чувствуете, что, вот, хочется, вот, пообщаться, хочется поделиться с кем-то, вот, собственно, почему вы рассказываете мало знакомым людям, о том, что вас беспокоит. Так вот, вот, конечно, ищите такую, я бы сказал, может быть, ну, максимально безопасную для себя среду. Вот, вот, пытаетесь ее найти, но, вот, как-то, наверное, найти ее в полной мере не получается пока что. Вот. Ничего страшного, ничего страшного. Сейчас определитесь, вот, с приоритетами своими, да? Вот, обязательно обратитесь к врачу, вот. Пусть он проверит вас, пусть он, ну, подтвердит или опровергнет факт наличия у вас какого-либо, именно, именно, вот, ну, заболевания или психофизической какой-то такой аномалии. И дальше, я думаю, что можно смело уже, когда будете иметь информацию, обратиться к психологу. Всего вам самого доброго, удачи, обращайтесь за помощью. Субтитры сделал DimaTorzok